Дамы и господа, представляю вам участников главного боя турнира. В синем углу боец из города Гомель, Беларусь. Ему 32 года. Рост 176 сантиметров, вес 69 килограммов, 800 граммов. Профессиональный рекорд 23 боя. 16 побед, 7 из них одержаны нокаутом, 7 поражений. Дмитрий Атроха! Его соперник в красном углу из города Луганск. Ему 29 лет. Рост 178 сантиметров, вес 69 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд 12 боев. Во всех одержанные победы, 7 из них нокаутом, непобежденный Эдуард Скавинский! Рефери Семен Стехеев. Господа боксеры. Господа боксеры, слушаем мои команды внимательно, работаем по правилам, не нарушая. Желаю вам удачи, пожадь руки по углам. Возраст, рост, вес бойцов у нас на экране на 3 года старше Дмитрий, на 2 сантиметра выше Эдуард. В принципе, оба уложились вес. В стойке левши начинает этот поединок Дмитрий Атрохов. Хочу сказать, что для Дмитрия это бой большая мотивация победить не битого соперника. Бойца, да. Лишить его нолика, это дорогого стоит, конечно. Ну и Эдуард достаточно высоко стоит в рейтинге. Да, Эдуард стоит вторым номером в рейтинге Украины и 41-м в мировом. Уверенно так начинает. Ну, как многие говорят, что в этом бою для Эдуарда, как и во всех его поединках, для него очень важно не получить травму рассечения. Потому что действительно очень многие бои с участием Эдуарда, это все-таки кровавые сражения и очень большое количество рассечений всегда у него бывает. Ну, конечно, что любят зрители. Да, да. На него на такие бои будут приходить. Ну, так же многие говорят, чем опаснее оппозиция у Эдуарда, тем ярче поединки он показывает. Поэтому будем смотреть, насколько сегодня сложится этот поединок ярким и зрелищным. Хорошо с дальней руки попадает, мне показалось. Эдуард тут же отвечает, смотрите, Дмитрий. Пока идет разведка. Да, не торопятся бойцы, но большая достаточно дистанция, 10 раундов. Слева через руку здесь так аккуратно цапает Эдуард. Нащупывает Скавинский свою дистанцию. Ну, сейчас каждый раздергивает и будет, наверное, ну, не выждать, но ждать момента, когда кто-то... Искать, искать, да. Да, раскроется. Ну, надо отметить, что первый раз в этой весовой категории так выходит Эдуард Скавинский. Посмотрим, насколько здесь будет его сила удара, все-таки чувствовать его соперники. Потому что предыдущая его весовая категория-то была 67 килограммов 700 граммов. Обычно он поднимался в том весе 66-700. Но вот сегодня решил попробовать себя в новой весовой категории. Снова слева пытается забросить через руку Эдуард. Хорошо оттянулся. Но Эдуард неплохо выглядит. Да, он готов. Видно, сосредоточен. Правый вразрез начинает щупать. Пока такой толчковый удар. Пока. Просто прощупал, видимо. Бросил туда. Высоко, плотно держит руки Эдуард. Пытается навязать такую среднюю дистанцию. Пытается поджать канатом, пока не получается. Довольно-таки легко уходит Дмитрий от канатов. Такой разведывательный. Очень-очень спокойный, очень осторожный первый раунд для обоих бойцов. А Трухов тоже потихоньку начинает подключать дальнюю руку. Начинает выбрасывать удары. А вот удар навстречу. Трухов провалил неожиданно. Вот и добавил. А здесь немножко картинка в этом раунде поменялась. Сразу такой эпизод. Раз и забрал под концовку. Да. Неплохо. У нас второй раунд напряженного боя. Первый раунд-то вообще был такой очень разведывательный. Но видно, что такое было затишье перед бурей. Пойдет ли со второго раунда, начнет ли обострять Эдуард все-таки. Удар по туловищу мы видим от Трухова. Пока по защите. Да. Скавинский здорово пробивает джебом. Он плохо реагирует на удары Скавинского Дмитрия. Он успевает оттянуться, сместиться. А он еще весь первый раунд, заметьте, так провел очень сосредоточенно, внимательно. И показал в конце, что он может и поработать где-то. Ищет, ищет, ищет Скавинский. Нужный для себя момент для того, чтобы начать атаку. Отбирает дистанцию. Можно попробовать через корпус попробовать. С передней ручкой зайти. Там как раз печень ближе. Вот Дмитрия. В блок так пробивает с дальней руки Атрохов. Кинулся сейчас Эдуард. Он неплохо смещается на ногах. И смотрите, трехударной комбинацией тут же ответил. Очень хорошо смещается. Пока не дает себя так зажать. Вот один из первых эпизодов, когда оказался спиной к канатам Дмитрия Атрохов. Там Эдуард, конечно, ничего не смог реализовать для себя. Крутит, закручивает. Постоянно смещается. Но пока не смущает Эдуарда это. А вот хорошая трехударная комбинация, да. Ну и 10 раундов-то, возможно, пока рано еще выкладывать все козыря. Я заметил, пока Эдуард не пропустит или там не будет у него расчтения. Он не начинает работать. Я заметил, в последних боях такое было. Не знаю, как сейчас будет. Хорошо отработал здесь по туловищу Скавинский. Чаще стал в этом раунде, к сожалению, для себя Атрохов отпятиться к канатам. Ну прибавил немножко Скавинский темп. Чуть-чуть. Чуть понаглее стал. Чуть-чуть так подал. Но все равно тяжело подойти. Пока. Пока сложно. Пока он ищет, ищет моменты для себя. А вот пропустил. Мне показалось, ну через бок. Хороший удар, очень узкий. Да? Вразрез туда. Да, да, да. Как настоящий левша бросал его здесь Атрохов. Снова за блоком идет вперед Эдуард. Подходит немножко без ударов Эдуард бывает у него. И этим пользуется Дмитрий. А вот смотри, какой эпизод. Пробивает эминацию, и все. У него прожил этого, да. Нужно, вот, хотя бы, с джебиком подойти. С уклончиком. Пока ярко выражен вторым номером работает Дмитрий Атрохов. Он никуда не торопится. А вот смотри, эпизод, да, был? Встал он где-то. Дмитрий побыстрее выглядит. Ох, хорошо. С дальней руки, мне показалось, встретил там Атрохов. Изучил немножко Эдуард, наверное. Третий раунд. И мы слышали, что подсказывали в углу у Дмитрия Атрохова. Говорили, не пропускай на себя лишнего. Старайся больше смещаться, подсказывали ему угловые. И заметьте, как вначале пошел вперед Скаминский, и тут же провалил его. Атрохов? Быстрее, быстрее, Дмитрий. Но нужно Эдик убить по корпусу. Тогда будет удача. А мне кажется, немножко зарядился на удар Скаминский. Так, подпер вперед. Вот попал. И сейчас посмотрим, примет ли вот этот бой Дмитрий. Если примет, то будет пропускать. А если продолжит работать в своей манере и будет подхватывать, да, то будет его... Будет сохранить концентрацию, то удача будет более, наверное, на стороне Дмитрия. Но заметьте, Эдуард начал прибавлять. Он стал прибавлять в темпе. И, понятно, еще не на максимуме, но он на порядок сразу прибавил. По сравнению с предыдущим раундом, хорошее попадание от Скаминского. Дмитрий. Да, и за счет того, что темп прибавился, Дмитрий стал где-то ошибаться. И еще один пропущенный удар в разрез, пусть не сильный, но доносит до цели здесь его Скаминский. Эдик не обрезает углы. Вот, смотрите, вот Дмитрий кружит его, кружит в правую сторону. А как только чуть-чуть заходит Дмитрий, Эдик теряет немножко его из виду. Ну, Дмитрий Атрохов, мне кажется, да, работает как типичная левша. Одна атака, смести. Ох, смотри, коллега пробивает здесь. Снизу попытался апперкот засунуть Атрохов и тут же заклинчевал. План на бой у Эдика, я думаю. Прессинговать, потихонечку Дмитрий начнет вставать. И тут-то начнет Эдик работать. Чуть-чуть больше минуты остается до конца этого раунда. И откровенно так Дмитрий выбирает позицию второго номера. Много смещается, не так часто стал отвечать. А вот выбрал эпизод и тут же выбросил несколько ударов. Он стал оставаться, он стал опускать руки. А это чревато. С таким особенно бойцом, как Эдуард Скаминский. Он может достать. Да, и может ударить. Да, большую работу придет Дмитрию сделать, чтобы одержать победу в этом победе. Но... Но надо отметить, что для Дмитрия это второй поединок в этом году. И в предыдущем поведенке он судейским решением уступил в шести раундах. Ох, хорошо мне показалось, что цапнул здесь Эдуард. Ну, этот раунд я думаю, что Эдуард забирает. Отличный удар по дуловище он доносит. Он начинает выбрасывать. Пытается где-то отвечать здесь и Дмитрий. Патрухов в эпизодами пытается принять эту рубку на средней дистанции. Но мне кажется, все-таки лучше выглядит здесь. Скаминский, да. Четвертый раунд, друзья. Да, и мы слышали, что говорили в углу у Эдуарда Скаминского. Давление, давление, иди вперед. Через живот подходи к своему сопернику. А он не стесняется. Он где-то принимает на себя, я имею в виду, Эдуард. Да, где-то. Но не тревожит особо Эдуарда. Дмитрий, сейчас. Да, в первых раундах они, наверное, были такие чувствительные. Но сейчас. Он подстроился к ним, да. Он быстро устал, мне кажется. Дмитрий, да. По крайней мере, пока он не показывает такую ударную мощь. И, знаете, перестал, перестал смещаться в нужную для себя сторону. Стал принимать вот эту среднюю дистанцию. Высоко поднял перчатки, да. Именно то, что как раз нужно Эдуард. Хорошо пробивает несколько ударов по туловищу. И, в принципе, темп-то как бы такого не было, чтобы Дмитрий устал быстро. А может быть, это те удары пропущенные, и понял Дмитрий, что где-то не успевает смещаться, и перешел к плану Б. Практически без ударов, да. Ох, хорошо, апперкот здесь просовывает Эдуард. И дальше, дальше продолжает атаку за атакой, наращивая здесь Скавинский. А мне кажется, немножко так подрасслабился Эдуард Скавинский. Он понял, что начало у него что-то получаться. Он сейчас потихонечку пристреляется и попадет. А вот у Дмитрия пропала скорость. Пропали его смещения, пропала его дистанция, да. И очень резко причем. И тот тайминг, который вроде казался у него был в первых двух раундах, да. Мне кажется, еще пара ударов по корпусу заставит Эдуард, и возникнут проблемы, да. Потому что он вот переднюю руку бывает довольно-таки часто впереди держит, и корпус открыт. Пытается сохранить нужную для себя дистанцию вроде как, да. И немножко зависает у него рука там. Там можно попробовать попасть по корпусу хорошо. Хорошая опять комбинация от Скавинского. Точно успех гарантирован, если попадет хорошо по корпусу. Наслабленно, свободно начал работать Эдуард. Выбрасывает много ударов. Начал работать комбинационно. Вот ответная атака, кстати. От Атроха волновой. Эдуард покажет, что все в порядке. Снова три удара. Будет добавлять, добавлять, отрываться. То есть Эдуард действует согласно, видимо, своему плану. У него все начало получаться, да, спокойно. А вот тут, Дмитрия, проблема. Он перестал работать очень много передней рукой. Пропал его вот этот интересный джет. И, заметьте, он начал смещаться в правую сторону от Эдуарда. Наверное, что на руку Скавинского. Конечно, конечно. Перестал крутить. О, какое попадание. Вот они, обычные руки. Подними, выше руки, кричат из угла. Видимо, Дмитрия. Не знаю, как Дмитрий будет фиксировать дальше, если он сейчас... В четвертом раунде. Не очень хорошо зачистил. Вот пытается где-то тут работать с опущенными руками. Иголок бойцы расходится на перерыв. На повторах мы видели пропущенный удар. Да, Эдуард донес у канатов причем. Тут немножко просто оттягивался Дмитрий. Удар не пришлось плотно. Но, опять же, это звоночек. Такое точное, хорошее попадание с нужной для себя дистанции доносит до цели Эдуарду. Если ему секунданты Дмитрию сказали, что руки были повыше. Держи руки выше, да, и не давай ему работать передней рукой. А 50%, а даже больше, боев Эдуард Скавинский заканчивает досрочно. То есть ударить он может. Снова начинает обрабатывать здесь на ближней дистанции туловище своего соперника Эдуард. Лично часто очень бьет он левый крюк в свой корпус, в область печени. Ничего не принимает, а скорее всего подсказывают Дмитрию Атрохову. Но, к сожалению, для себя он не может это сделать. Пытается он снова сместиться за переднюю ногу. Но это не смущает еще несколько Эдуарду. Он делает свою работу. Каждый третий удар от Эдуарда он по туловищу. Каждый третий. А вот это правильно? Он сушит, сушит, бьет, постоянно отбивает корпус. И вот они вот, две уже руки, опускается чуть-чуть, ножки встают и потихоньку подходит. Пытается где-то обострить немного Дмитрия Атрохов здесь. Опустил руки и пропустил несколько ударов здесь Атрохов. Вот она, без уха видно, что физически Эдик намного сильнее. Лучше готов. Лучше готов. Видно, что он наращивает от раунда к раунду. У него это есть еще для этого ресурс. Это как бы не особо видно, но в ринге это очень сильно чувствуется. А, Атрохов просел, мне кажется, да, функционально, насколько сильно? Очень сильно. Мы заметили, как он после четвертого раунда подошел в угол. И был тяжел, да, в таком состоянии. Тяжело ему. И он сразу подзамедлился. Заметьте, насколько четкость ударов перестала. Перестали лететь эти острые удары его навстречу. Все, потеря концентрации, усталость. Здесь, да, очень важно сохранить концентрацию и быть внимательным. Не каждый боксер имеет на него. Снова хорошая комбинация, да. Ох, попадает снова слева коротким здесь Скаминский. Пока удары вскользь, да, но впереди еще пять раундов. А Эдуард продолжает обрабатывать туловище своего соперника. Снова два удара и клинчует здесь Атрохов. Ну, я заметил, не знаю, почему-то Эдуард в прошлых боях он был побыстрее. Возможно, другая весовая категория. Да, да, видно, что помедленнее он стал. Куда-то пропало концентрацию Атрохов. Бьет с одной силой удары. С одной силой. Переключается с легких на акцентированных. Да, акцент должен быть. Было неплохо. Есть гематома, кстати, под правым глазом у Эдуарда Скаминского. Между тем у нас концовка. А вот снова проваливает здесь Дмитрий. Он хорошо умеет это делать. Бойцы расходятся на перерыв. Вторая половина боя. Шестой раунд. Эдуард так начинает разбивать передней рукой. Два хлестких джеба он уже выбросил. Картинка, конечно, кардинально не меняется. Но смотри, насколько часто стал становиться спиной канатом все-таки Дмитрий. А вот он пытается, пытается где-то обострять. В первой половине раунда у него это получается. Да, он где-то выбрасывает трехударные комбинации. А потом ближе к середине начинает оставаться. Ну, это та, видимо, функциональная подготовка. Да, здесь концентрация. Когда ты не очень хорошо готов функционально, ты тяжело все сконцентрироваться. Хорошая комбинация Эдуарда. Эдуарда, Асковинский пошел вперед. Так, вытягивает руку, пытаясь удержать. По корпусу лопать. Когда он вытягивает переднюю руку, весь корпус и печень рядом. Асковинский почувствовал, почувствовал, что есть у него очень много хороших эпизодов. Идет, выбрасывает очень много ударов. Снова по туловищу. Визуально кажется, что тяжело Дмитрий дышит так. Пропал вообще джеб от Дмитрия. И даже пропала какая-то такая острота в его ударах. Пока таким немного спойлерит в этом раунде Дмитрий. Очень много пропускает ненужных на себя ударов. Сам подходит к канатам. Самому себе же жизнь. Проблема сейчас. Возможно, нет сил уже двигаться на ногах. Как-то-либо. Ну, это следствие ударов. Боковой. Вот пытается, пытается, пытается снова закручивать здесь на ногах. Атрохов несколько неплохих ударов от него. Вот, да. Но не смутился здесь, мне кажется, Эдуард. Испортил Эдуард настроение от Дмитрия. Да, и скорее всего, это, возможно, те большое количество ударов по туловищу, которых с третьего по пятый раунд выбрасывал Эдуард. Этот раунд достаточно спокойно пока ведут бойцы. Небольшое обострение и тут же смещение от Дмитрия. Сейчас сразу будет паузоваться. Это свидетельствует, да, что, видимо, функциональных сил не так и много. Коротко разбивая здесь боковыми Скавинский своего соперника. Концовка, концовка шестого раунда. Снова по корпусу. Отличный крюк туда залетел. Пускай по лотям, но чувствует, все равно чувствует эти удары Дмитрия. Закончен шестой раунд. Друзья, у нас седьмой раунд из десяти запланированных. Эдуард Скавинский против Дмитрия Атрохова. Продолжает преследовать по рингу Эдуард Скавинский своего соперника. Мы слышали, что подсказывали у Дмитрия Атрохова в углу, не принимая на себя много ударов, работает. Но такое ощущение складывалось, что очень так уставшим и неможденным выглядел в углу в перерыве все-таки внутри Атрохова. Говорили ему, что больше работает джебом передней рукой, но мне кажется, настолько сейчас замедлилась скорость джеба Дмитрия даже. Он не пьет, просто старается. Придерживает, выбрасывает, да, так вот, фатыкает, да. Просто придержал, тянуть их. Между тем Эдуард делает... Эдуард Скавинский нужно воспользоваться моментом. Все правильно, да. Нужно добавить это где-то, чуть побыстрее ударить нужно. Вот сейчас, вот он, шанс, седьмой раунд, в принципе. Если еще так пару раундов Эдик, как-то скажем, будет работать, то, возможно, да, не выдержит Дмитрия. Да, не выдержит, но опять же, а может и выдержит. Да, и тогда перейдет до конца, уже откроется, скажем так, второе дыхание. Это можно уже подобавить на Эдику скорость, где-то пожестнее ударить. То есть попробовать немножко пойти на обострение, рискнуть, скажем так. Ну да, потому что все, он уже, он уже стал мишеньем, он уже стал мишеньем. Да, он огрызается, но когда Эдик дает паузу, поэтому восстанавливается более-менее Дмитрий и может немножко... Меньше стал ударов выбрасывать Эдуард, больше стал сразу выбрасывать Дмитрий ударов. Да, такая ситуация получается. Эдику нужно, можно уже немножко добавить. Хорошо, несколько ударов попадает здесь Эдуард, но не развивает, пока не торопится. Конечно, может быть, не задача досрочить соперника там. А есть задача пройти всю дистанцию, продышаться? Может быть, может быть, попозже, но... Какова вероятность такого, что бывает, что, ну, главное бы еще не потерять все силы и где-то не задосрочить соперника, а потом... Есть такие боксеры, я знаю, что... Которые берегут силы, когда вроде есть шанс обострить, но... Теряют свой шанс и потом могут поплатиться за это победой даже. Бывает и так. Много ударов сейчас выбросил Дмитрий и сразу же пошел на обострение здесь Эдуард. Да, вроде бой... Складывается в его пользу. Да, ну и как бы я в плане, что не такой уж и не зрелищный. Все, в каждом раунде были одно и то же. А это все же зависит от Эдуарда. Да, мне кажется, абсолютно верно. Он именно диктует тот темп, ту дистанцию, которая нужна в этом поединке. Захотел, паузу взял. Захотел, да, обострел. Захотел, начал обострять, Дмитрий пропускает. Но все-таки седьмой раунд. Возможно, пока, пока Эдуард Скаминский решил не обострять. Да, решил попасть, может быть, одиночным ударом. Гонг. Восьмой раунд. Осталось три раунда. Пока, мне кажется, начиная с четвертого раунда, Эдуард достаточно уверенно владеет инициативой. Не пропускает хорошее попадание с дальней руки от Эдуарда. Но он не пытается где-то дальше обострить. Да, он спокойно делает свою работу. Соблюдает план на бой. Строго сосредоточенно работает пока сейчас Эдуард Скаминский. Руки собраны, высоко. Попытка ответной атаки от Дмитрия Трохова. Ниже он стал держать руки. Особенно дальнюю, мне кажется, левую руку. Может, нежданчик хоть куда-нибудь закинуть. За перчатки где-то туда бросить. Совершенно, мне кажется, не волнует Эдуарда. Удары Дмитрия. Ну и мне показалось, что пока в этом поединке какого-то такого тяжелого удара не донес Дмитрий от Рохов до цели, который мог бы потрясти где-то немножко Эдуарда. Да, да. Да, вот эти вот, когда он проваливает Эдуарда, да, для Эдуарда это неожиданно. Больше ничего. Ну, опять же, Эдуард вроде как бы не нанес такого сокрушительного удара. Он насыпал, Дмитрий встал. Но больше-больше выбрасывает Эдуард, мне кажется, все равно. Да, да, да. Он сделал задачу, Дмитрий подустал. Хорошее попадание с дальней руки от Эдуарда. Все-таки жду, я жду, когда этих немножко посильнее ударят. Я понимаю, ты ждешь именно досрочное какое-то такого развития события, обострения. Есть, есть. Ну, уже тяжело очень Дмитрию. Видно, видно, что он очень сильно подпросил. Три-четыре удара, заметь, выбросил сейчас Эдуард. И немножко оттянулся, даже сам как будто отпустил соперника. Хорошо по корпусу. Хорошая снова комбинация. Ваперкот, мне кажется, цапнул там. Опять же, я говорю, легко сказать. Неизвестно, как чувствует себя Эдуард. Какое количество сил у него осталось, на что он рассчитывает еще. Возможно, понимая иногда в каких-то эпизодах, что ты где-то ведешь в бою, где-то и не обостряешь. И, в принципе, готов довести этот поединок вот в таком темпе до конца. Забрать победу с судейским решением. Может быть. Хотя, мне кажется, каждый боксер все-таки стремится выиграть досрочно. Большинство. Большинство, да. Большинство, да. Хорошо, два апперкота тут просовывает Эдуард. В то время, пока мы тут философствуем. Опять же, такие удары, если твой соперник пропускает, то большая вероятность реально досрочить противника. И можно воспользоваться моментом. Ах, тут апперкотами пробивает. Закидывает все равно, Дмитрий. Закинул этот. К ряги. Но, как бы Эдуард, в принципе, спокойно на это отреагировал. Сразу пошел вперед. Хорошая серия. Вот, нужно развивать. Между тем, у нас концовка восьмого раунда. Быстро время летит. О чем-то, кстати, периодически Дмитрий успевает разговаривать. И было ему сделано такое замечание в перерыве. Семеном Стахеевым, рефери этого поединка, не разговаривай. Девятый раунд. Предпоследний. Два раунда у нас остается. Пойдет ли наш штурм все-таки Эдуард Сковинский. И вот мы с тобой разговариваем, Марк, сейчас в перерыве. И, кажется, такое ощущение, что где-то немножко, может быть, чуть-чуть больше поднажмет Скаминский. И вполне возможно, у него будет еще одна досрочная победа. Если поднажмет. Но, опять же, непонятно, сколько сил в данный момент Эдуард. И на что он, да, рассчитывает. Как-то все равно два раунда, и лучше иногда синиться в руках, как говорится, чем Журавль. Он не чувствует опасности у Эдуарда. Хорошо попадает в дальний. Чувствует угрозы. В концовке прошлого раунда очень хорошо тут апперкотами обработал корпус своего соперника традиционный Эдуард Сковинский. Очень снизилась сила удара, мне кажется, у Дмитрия Атрохова. Он прям так просел функционально. И его удары вообще как-то не отвлекают Эдуарда от его работы. Они потеряли силу еще и в четвертом раунде. Какой-то жесткости нету там, остроты. Эдуард вышел на удобную свою дистанцию и с того момента чувствует себя здесь абсолютно комфортно. С удара подходит Эдуард. Снова, снова начинает пробивать много апперкотов, просовывает туда. Сейчас я думаю, что снова выйдет успокоен Дмитрий из каната, как сейчас. Есть у него навык к этому, но редко он этим пользуется. Где-то в каком-то эпизоде перестал обрезать углы здесь Эдуард. И Дмитрий снова начинает вот так вот смещаться на ногах. Просит Эдуард. На чеку был, кстати, Атрохов. Да, одиночные удары он видит. Наверное, вот такой темп не очень высокий все-таки на руку у Дмитрия Атрохова. Боится в Белоруссии, комфортно себя более-менее комфортно себя чувствует. С этой линии, да, там очень комфортно здесь, на ближней. Ну, ему тяжело, и он где-то просто лениться, просто делает шаг в сторону. Ну, а каков шанс того, что Эдуард Скавинский в данном бою работает первый раз в этой весовой категории, хочет пройти всю дистанцию, просто прочувствовать соперника? Не знаю. Как у тебя бывало, когда ты переходил в другие весовые категории? Ощущается это? Да, как-то не особо. Не особо, не особо, да. Между тем у нас клинч. Довольно-таки, да, зажимает Эдик канатом Дмитрия, но довольно-таки, без проблем входит Дмитрий. Хорошо попал в дальние руки Эдуард, но Дмитрий перенес этот удар. Если в предыдущих раундах мне казалось, что еще вот пару таких ударов, и будут большие проблемы у Дмитрия Атрохова, то где-то удар. По спировке такой жесткой, мощной. Ох, а вот смотри, Калин. Сам проспал, три удара пропустил. Вот, нужно вот такого вот, примерно вот такого вот нежданчика. Стричный удар. Ну что ж, друзья, последний раунд главного боя вечера. Эдуард Сканвинский, боец, представляющий Россию, против Дмитрия Атрохова, бойца, представляющий Белоруссию. Поединок полностью идет под контролем Эдуарда. Но где-то бывают моменты, он немножко так засыпает, что ли. И Дмитрий пользуется моментом, накидывает серии. Как это было в концовке девятого раунда, несколько ударов донес до цели там Дмитрий. Ну что, если делать Эдуард, нужно было сделать немножко раньше. Да, быстрые, хлесткие удары. Возможно, тот факт, что многие говорят, чем опаснее соперник у Эдуарда, тем ярче бои он проводит. И вот я слышал такое от многих людей, кто хорошо достаточно знает бокс Эдуарда Сканвинского. Возможно, здесь то, что он чуть-чуть вот так вот выигрывает, именно этого ему и хватает. Да, но тут действительно нет какой-то большой конкуренции в этом бою. Да, потому что мы вспомним те бои, в которых там Эдуард Сканвинский оказывался в очень сложных для себя ситуациях. Как он умел взвинтить темп, показать характер, и те бойцы бои были очень яркими. То здесь, возможно, немножко теряет свою сконцентрацию так на каких-то точных попаданиях Эдуард Сканвинский. В тот момент, когда он понимает, что большая часть у него получается, и поединок идет под его контроль. Да, и удары не особо опасные. Вот, неплохо. Хорошо, хорошо здесь от Дмитрия. Надо добавлять. Прошу прощения, ты Эдуард, да-да. Очень-очень много нас собирал тут. Конечно, Дмитрий не особо показывает, что ему там очень больно, но он чувствует такие удары. Да, и он много их пропустил, ненужный. Дело в другом, что очень мало остается времени, и Дмитрий пытается всеми силами достоять, достоять, довести этот поединок на ногах, конечно. А вот и сам пытается где-то обострять. Нельзя такие удары пропускать. Это ладно сейчас, Дмитрий не особо сильно бьет. Кто-то посильнее может и попасть хорошо. Не нужно расслабляться, особенно вблизи руки опускать Эдуарду. Продолжает, продолжает он обстреливать своего соперника. Очень редко, но закручивал сейчас Дмитрий Атрохов. Отличный боковой, тут же опер-кор. Где раньше эти удары были? Хорошие, хорошие серии. И чувствуется, что силы там в принципе есть. Да, оплата. Ну и снова клинч у нас, снова-снова немножко сушит здесь Дмитрий Атрохов. Хотя Эдуард дает ему эту возможность. Снова три коротких удара здесь. Как-то не хватает немножко так, как будто одними руками бьет Дмитрий. Не подключает корпуса и ног, да? Да, ног, да, не хватает импульса. Между тем у нас концовка заключительного десятого раунда. И все. Гол. Но ждем, ждем судейского решения. Как оценят этот поединок судьи? Вот такого будет. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как я объявлю счет судейских записок, давайте аплодисментами поблагодарим боксеров. Обратимся к судейским запискам. Судья Болдарев, 97-93. Судья Тамадаев, 98-92. Судья Петров, 96-94. Единогласным решением судей победу одержал Эдуард Скавинский.